здравствуйте друзья время приближается к обеденному и я еду на обед в google еду на обед меня пригласила люба шишова из киева девушка вы ее видели у нас на канале она работает в гугле по контракту через ipam и я так по дороге вам немножко показываю я сейчас снимаю камерой gopro вообще на дороге снимаю последние там несколько месяцев камерой gopro сейчас у меня экранчик появился и я хочу сказать что единственное неудобство которое обнаружилось в связи с экранчиком состоит в том что ну сами понимаете электроэнергии больше требуется соответственно батарейка быстрее садится и я вот вчера как раз наташей quick на эту тему беседовал что она меня как-то подвигло на приобретение экранчиков и она говорит что она сама возит две батареи но как-то мне в общем-то хватает одной то есть не то чтобы там уж так быстро садилась достаточно продолжительное время можно разговаривать во всяком случае на час точно хватает так вот что я хочу сказать я в принципе много внимания уделяю вот скажем вот этой части да то есть чем снимаем как снимаем экранчик туда экранчик сюда сразу налетает массу народу которые начинают объяснять что вот это неправильно то неправильно чуть ли надо не на селфон снимать там еще что-то и все норовят что-то сэкономить там на чем-то вот научить меня как сэкономить у меня камер уже просто над полноценных камер наверное штук 5 или 6 я уже не говорю про селфон который меня в кармане который очень прилично снимает вот и что еще вот вы видите сейчас то что вы видите через камеру gopro плюс у меня с собой тут значит сумочка и в этой сумочке лежат две камеры 1 sony hdr такая она небольшая вот а другая более солидно там где у меня есть поворотные еще один поворотный объективчик встроенный я могу снимать сразу в двух направлениях это подороже камера она стоит долларов надо 800 может 900 я не помню я не пытаюсь на камере сэкономить я пытаюсь сделать что-то что дает какое-то качественное изображение и рассказываю об этом потому что много народу интересуется как вот снимать в автомобиле и когда мы остановимся я вам покажу что изнутри другой камеры сниму чтобы вы видели вот то что вижу я и все эти держалки которые меня тут стоят для такой камеры для сикой камеры и так далее и я пытаюсь найти путь съемки когда и вроде и слышно ничего но неплохо слышно и вибрации особые нет и понимаете компромисс странный потому что камера gopro не имеет стабилизации вот но там еще что получается еще звук тарахтит когда на стекло вешаешь получается что вибрация автомобиля двигателя там покрышки по дороге все это значит резонирует там усиливается ветровым стеклом и я хочу сказать что качество звука стало намного лучше мы сейчас на подставочке такой значит держим камеру чтобы камеру держать на подставочке камера должна быть легкая вот в этом как бы основная фишка камеры gopro плюс она снимает все таки там и hd там эти 1080 и можно делать 30 кадров и 60 кадров в секунду я не знаю я не делаю 60 но при желании можно это гугловский народ перед вами тут ходят справа у них тоже обеденное время они двигаются наверное на покушать вот мне еще запарковаться надо поэтому я к чему это все рассказываю к тому что это непросто и те кто думают что они тут час мне совет какой-то дадут они они просто не понимают тех обстоятельств которых мы находимся у меня тут проблемы там проблемы здесь проблемы я хочу чтобы был качественный звук я хочу чтобы было качественное изображение я хочу чтобы это не тряслось и так далее меня например совершенно не смущает то что там допустим линия вот мы сейчас там не завидно не видно на дороге не видимо ну не суть менять ах ты раскачал давно сейчас развернется в другом месте значит меня не смущает тоже там линия не прямая как-то там округлилась я не не вижу в этом какой-то проблемы на дороге вот но мне хочется четкую картинку я надеюсь что то что сейчас видите картинка четко и мне хочется чтобы не было шум шумов потому что когда я пытаюсь как-то с этим видео дальше поработать я не могу с ним ничего сделать я хотел бы сделать избранное почему вообще стал нашу нашу мы обращать внимание хотел сделать канал для избранного я сделал канал он уже есть я хотел что-то такое начать туда вывешивать и я смотрю что много серьезных разговоров на колесах происходит особенно вот на хайвэе по городу ведь тут тут постоял там вроде тихо а на хайвэе шумит я понял что надо с шумом бороться и вот мы значит пытаемся бороться с шумом вот товарищ меня надоумил со стекла снять и пожалуйста значит это некий процесс я уже два с половиной года пытаюсь что-то сделать чтобы было качество получше картинки и звука и так далее если кто-то думает что меня сильно надоумит пусть он два раза подумает потому что у меня есть некоторые опыты я я не то что в там ну любой прям совсем вот так что и я не пытаюсь сэкономить не надо мне советовать сэкономить там вот вот так 100 долларов там еще 50 там и так далее абсолютно никакой задачи сэкономить нет то есть я вполне могу себе позволить и в общем да то есть как бы среди покупок которые я сейчас так рассматриваю я хотел бы взять камеру которая прилично делает там фаркей но если она там стоит 2000 у меня нет проблем потратить 2000 я вас уверяю но просто это вот это здание что вот я просто пытаюсь понять там нет это не то значит достаточно ряда хорошие там и так далее вот у меня сейчас вот такие размышления поэтому я просто рассказываю на каком мы свете так пожалуй это надо же я приехал а я что-то не вижу того номера ну ладно я тогда значит ребят прекращу разговор и пойду искать нужное мне вот так друзья выглядит мой автомобиль с водительского положения вот вы видите камеру gopro и она стоит на такой подушечки подушечка не не скользит она там цепляется так естественным трением вот вот этот на двух присосках это мощная штука я могу сюда поставить камеру побольше вот ту что я в руке держу например но у неё у неё дырочка для крепежа отверстие находится прямо под линзой понимаете то есть фактически там не знаю там три миллиметра до конца камеры то есть всем своим весом она вот не посередочке да вот этого винта будет а просто вот с одной стороны что сама по себе совершенно безумие какой-то вот тут еще у меня одна раньше я сюда вот вот к этому месту значит прикреплял вот вот эту детальку вот эту детальку с тем чтобы можно было ставить камеру gopro и вот тут она у меня значит висела вот и в общем то в конечном счете вот вот эта подушечка оказалась лучшим с точки зрения звука и изображение очень классная и когда то я пытался на эту подушечку камеры побольше ставит но поскольку они побольше то вот их начинала разбалтывать и в общем трясло сползала было не то а вот подушечка с и gopro вот это решение вот с камерой такого веса счастливо